Я бы так сказал, что я даже не готовился, потому что к тому, что я буду говорить, мне, в принципе, не нужно быть готовым. Я это говорил много раз, и мне больше нужно водительство духа для того, чтобы это сказать. Давайте первое, да, откроем 1 Петра, 2 глава с 1 стиха. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Аминь. У нас сейчас есть ряд людей, которые приняли крещение, которые начинают свой христианский путь, и поэтому у меня сегодня такое молоко. Я думаю, там, наверное, будут какие-то бутерброды с колбасой еще рядом для кого-то, да, что-то. Но вот это вот чистое словесное молоко, которое нам нужно возлюбить, это и есть путь нашего с вами спасения. Мы возрастаем именно от слова Божьего, понимаете? И вот Библия говорит, и так отложив всякую злобу, всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие, да. То есть вот это, да, и ты скажешь, да у меня этого нету, да, или люди скажут, ну да, нету. Все мы иногда злимся, все мы коварные бываем, да, лицемерные, завистливые, да, и еще и злословим, да. И вот Петр все вот эти вещи перечислил и говорит, вы вот это все выбросьте? Нет. Что сделаете? Отложите. Есть вещи, которые мы не можем сразу победить в своей жизни. Знаете, вот у нас есть еще привычка плоти. То есть почему, когда я крестился и получил Дух Святого, почему я продолжаю иногда злиться, раздражаться, завидовать, обижаться? Почему? Ну, потому что у меня плоть-то продолжает еще как бы существовать. Я получил в себя начаток Духа. Я получил в себя вот эту, да, что я уже не раб греху. Я получил эту силу для того, чтобы противостоять этому. Но мне еще нужно научиться этому противостоять. Бог не волшебник, да, мы знаем это. Это не волшебник, он не волшебной палочкой нам тюкает по голове. Он Бог, и он Творец, и он уже все создал, все механизмы, да, и он знает, что тебя изменит. Тебя изменит Дух Святой, отношение с Духом Святым и отношение со Словом Божьим. Вот то, что нас изменит. Поэтому новорожденный христианин, он не может не ходить в церковь. Понимаете, где он будет питаться? Как он будет питаться? Как он будет противостоять вот этому всему тому, что описал Петр? Зло, буховарство, лицемерие, зависть, обиды. И путь один. Возлюбите чистое словесное молоко, чтобы от него возрасти вам во спасение. Да, то есть мы, вот наш путь это влюбиться в Слово Божье. Наш путь это заполнить свою внутренность Словом Божьим. Да, Иисус сказал, что если вы пребудете в моем учении, Он сказал однажды уверовавшим в Него иудеям. Другими словами, Он сказал уверовавшим в Него верующим. Да, вот есть верующие, но они уверовали в Иисуса. Да, и ну как бы, и мы начинаем, вот нам это надкрывает. Мы были религиозными людьми кто-то, да. И то, что ты верил в Бога, это еще не говорит, что ты знал Бога. Но в Иисусе Христе написано, мы Его познаем, и Он нас познает. Да, и познает это не только о знании, да. И познал Адам Еву, да. Это об этом, это о соединении, это о том, что ты становишься частью Его. То, что Он уже живет в тебе. И Он сказал уверовавшим в Него иудеям. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. И мы понимаем, что есть процесс освобождения. Не то, что, да, если вы пребудете в Слове Моем, или там, да, вот. Иногда выдирают из контекста этот стих и говорят, и познаете истину, истина сделает вас свободными. Да, это круто, но как познать истину? Почему? Как? Через Слово. Иисус есть Слово. И Слово стало плотью и поселилось среди нас. И мы поверили в Него. И те, которые поверили в Него и приняли Его, стали детьми Божьими. И вот это Слово мы сегодня изучаем, читаем, едим, да. Иисус говорит, я хлеб жизни, я вода живая. И вот понимаете, мы никуда от этого не обойдем. Поэтому ты можешь пытаться быть хорошим человеком, ты можешь строить какие-то планы, но если ты не питаешься Словом Божьим, если ты постоянно это не ешь, то мир тебя затянет. У нас нет другого оружия против него. Твоя злость, твои обиды, зависть, они будут владеть тобой. Ты хочешь, чтобы это владело тобой? Ты хочешь быть несчастливым человеком? Потому что жизнь человека не зависит от его имения. Жизнь человека зависит от его состояния. И состояние его зависит от того, что внутри нас. Поэтому если внутри нас будет Слово, мы сможем противостоять миру. И поэтому сегодняшняя проповедь, она о мире. Я бы так сказал, о том, что такое мир. Вы же знаете, что такое мир? Кто знает, что такое мир? Похоть плоти, похоть очей. Да, это даже не совсем мир. Это ибо все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью, пребывает вовек. Аминь. А выше написано, не любите мира и того, что в мире. Ибо все, что в мире, есть похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Так что же такое мир? И вот мы должны научиться читать Библию, мы должны научиться толковать Библию. Вот в чем чистое словесное молоко, чтобы действительно начать понимать духовные вещи, из чего состоит реальность. И вот Библия нас учит, что есть две реальности. Одна реальность это мир, а вторая реальность что? Царство Божье вторая реальность. И это две воюющие, ну так можно сказать, друг с другом реальности. И что такое мир? Есть ошибка такая, мы иногда миром называем то, что там за окном. Вот они из мира, мирские люди. Но в церкви есть мир? Есть. Потому что где мир? Он внутри нас. Вот опять же, да, вот эта проблема русского языка иногда, что у нас слово мир и слово мир имеет два значения. Мир в сердце это хорошо, а любить мир это плохо. Поэтому когда мы говорим вот в этом контексте про мир и про мирское, мы должны понимать, о чем говорит Библия, чему она нас хочет научить. Что вот все, что есть в мире, это похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вот все, 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 чем люди живут. Знаете, вот и мы тоже в этом живем. Библия с чем сравнивает мир? С морем. Иисус, когда в своих притчах, он часто сравнивает мир с морем. Какие отношения у Иисуса были с морем? Помните или нет? А? Ходил он по морю. О чем это говорит? О том, что мир его не мог поглотить. Иисус, когда ходит по воде, да, вот давайте учиться понимать Библию, да, что это не просто такое вот чудо ради чуда. Но Иисус показывает, да, и вот, ну, например, ученики в лодке, это церковь, да, которую тоже мир пытается поглотить, да, в этой буре. Но Иисус, он идет по морю, да. И я вот иногда представлял, а как Иисус идет по морю, когда оно бушует? Вот так вот. Нет, он идет. Он не зависит. Что нам Иисус показывает? Он не зависит от этого мира, да. Он не погружается в этот мир. Мир его не поглощает, да. Что делает море с тобой, да, когда ты вот просто в море? Оно тебя поглощает. Ты ему принадлежишь. Вот как море себя ведет, так же будет и с тобой, да. Весь мир колеблется, да, вот все трясется, кризисы. И если ты в мире, если ты принадлежишь этому миру, если все твои цели, да, и все твои помыслы только о мирском, хочу этого, хочу то, что вижу, и поступаю из этих принципов, вот, ну, живу вот этим. А, у этого есть, и мне тоже это надо, и так далее. И вы понимаете, мы в церкви тоже можем мир принести часто. Да, и вот в церкви очень сильно как раз вот это третье действует, гордость житейская, знаете, то есть как бы, и поэтому люди иногда в церкви поступают, живут, достигают каких-то позиций, стремятся вот что-то в церкви там занять и делать. Из каких побуждений? Из гордости житейской. Все, чем люди так гордятся в этой жизни, то есть чтобы как, чтобы на меня посмотрели, чтобы меня оценили, да. Что это происходит? Человек страдает от этого. Человек действительно мучается, потому что это неправильный мотив для того, чтобы двигаться, да. Мы должны научиться двигаться из откровения о том, кто я. Мы должны двигаться, не глядя на других и не сравнивая себя с другими. Вот что такое гордость житейская. Сравнивать себя с другими. Вот такая короткая формулировка. И Иисус ходит по миру, да. Он его не поглощает. И помните, он Петру, да, тоже говорит? Давай. И Петр тоже может идти по воде, когда глядит на Иисуса. Аминь. Помните, он смотрел на него и пошел. У него начинает получаться. Но потом что начало происходить? Петр посмотрел по сторонам, увидел эти волны, испугался и начал тонуть. Но что делает Иисус? Он вытаскивает его, да, своей крепкой рукой и говорит, почему ты усомнился? Вот. И это то, что делает с нами Бог. То, что Иисус хочет научить нас. Он что ученикам своим говорит? Вы не от мира сего. Поэтому мир вас ненавидит, да. В мире будете иметь скорбь. Но мужайтесь, я победил мир. Сия есть победа над миром. Что? Вера наша, да. Всякий, кто верует, что Иисус есть Христос, Сын Божий, побеждает мир. Что мы побеждаем? Мы идем, побеждаем людей? Нет. Мы что побеждаем? Себя. Мы побеждаем похоть плоти, похоть отчей, гордость житейскую, да. Вот основное, я бы так сказал, вот почему я сегодня хочу об этом говорить. Это основное христианское учение. Все, все христианство вокруг именно вот этих трех вещей. Это основной наш враг. Кто у нас князь мира сего? Сатана. Дух, господствующий в воздухе, да. Вот этот вот дух, побуждающий тебя, подталкивающий тебя пребывать в нем. Поэтому человек, не имея Духа Божьего в себе, не может никаким образом противостоять этому миру. Насколько он это понимает и будет пытаться делать нормально, он в той или иной степени будет проигрывать в своих искушениях все равно. Ему не с чем противостоять. Кто у нас победил? Иисус Христос. Да, и мы знаем, что вот это вот искушение Иисуса Христа в пустыне, оно было тоже вот в этих трех моментах, да. Если ты сын Божий, скажи камням, чтобы они сделались хлебом, да. Вот она, похоть плоти, да. Что делает Иисус? Не хлебом единым, да. Написано, он говорит, не хлебом одним жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьего. Он нам дает модель, он нам дает, вот чем мы можем побеждать. Чем мы можем побеждать? Знанием Слова Божьего, откровением Слова Божьего. Но дьявол не такой простой. Он к нему подходит, ставит его на крыле храма и говорит, а вот сбросься вниз. Ибо написано, ангелом своим повелит понести тебя. Но Иисус что ему говорит? Но написано так же, не искушай Господа Бога твоего. И противостоит этому искушению. О чем это говорит? Это когда мы уже идем дальше. Что необходимо не просто знание Слова Божьего. И дьявол его тоже знает. Дьявол может запутать. Но правильное понимание и правильная интерпретация Слова Божьего. Чтобы действительно ты отличал важное от неважного. Отличал то, что тебе сейчас Слово, от того, какое может быть общее Слово, или для того, другого человека. Понимаете? И вот что Слово Божье, оно не просто написано, и все, что написано, мы практикуем. Нам нужно, чтобы оно подходило под эту ситуацию. И для этого что мы делаем? Мы учимся. Мы слушаем Слово Божье. Мы слышим свидетельства. Мы учимся толковать Слово Божье. Мы учимся его понимать. И глубоко понимать. Для того, чтобы не попасться на эту удочку, что просто написано. Потому что и дьявол может сказать, что написано. Очень важно. Не просто его как бы знать, но правильно понимать и правильно толковать. И давайте мы еще в начало пойдем. Бытие. Для того, чтобы вот, ну, я вам хочу так быстро сегодня осветить это. Я вот считаю, что именно вот это учение, вот это понимание, оно такое основополагающее, которое мы должны просто знать. На зубок. У меня был один человек, которого я прямо вот научил. Петр, помните? Петр, что есть мир? Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И как бы вот, ну, ребят, я этому учу, потому что везде практически во всех вот этих моментах мы с этим сталкиваемся. Народ Израиля в пустыне. Что? Похоть плоти, похоть очей. Да, то есть там. Что ты нас вывел, Моисей? В Египте было лучше. Начинается ропот. Да, то есть они вышли из рабства, армия Египта утонула в воде, они спаслись. Но что? Они по-прежнему любят мир. Они по-прежнему живут похотью плоти, похотью очей, гордостью житейской. И Бог начинает с ними работать. Понимаете? Потому что вот, ну, никуда мы от этого. Пока мы, ну, не поймем это учение, пока мы не научимся противостоять любви к этому миру, мы не христиане. Ну, грубо говоря, да, мы язычники в одежде христиан. Потому что, ну, язычники ищут написано всего этого. Язычники, у них молитвы в многословии, да. Они, вот, не заботьтесь, что вам есть и что вам пить. Ибо всего этого ищут язычники, да. Понимаете, мы сами себя обрекаем просто, ну, на страдания, на отсутствие вот отношений, на нахождение в пустыне, да. Потому что вот пустыня не закончится, пока ты не пройдешь свои испытания. Целое поколение израильтян умерло в пустыне. Бог вывел их, но ввел следующее поколение в землю обетованную. Они видели чудеса, они видели знамения. И написано, и сие описано для нас. Сие написано для нас, как образы для того, чтобы мы не были похотливы. Понимаете? Похотливы на злое. Вроде что в этом такого, что они хотели есть. Но как они хотели есть, да? Они начинали роптать на Бога, они начинали роптать на Моисея. Они начинали просто быть недовольными, да, несчастливыми. И вот Бог им говорит, давайте, вот вам манна. Манны мало стало. Помните, нет? Мясо хотим. В Египте было много чего. Да, вот это вот постоянное оглядывание назад, да, вплоть. Поэтому, ну, как бы, вот Бог влечет нас в Царство Божье. Что есть в Царство Божье? Мир, радость и любовь в Духе Святом. Понимаете? Это тоже, как бы, Царство, да? Мир, это тоже какое-то Царство, какое-то состояние. И Царство Божье, это тоже, да, вот эта вот территория, когда ты находишься в Боге, Бог находится в тебе, и тебе не так важно те обстоятельства, которые с тобой происходят. Не так важно. Потому что, да, Павел говорит, имея пропитание и одежду, будем довольны. Это очень важно. Павел говорит, я научился быть довольным во всех обстоятельствах. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Как бы вот, ну, понимаете, потому что жизнь человека не зависит от его имения. Любовь к деньгам есть корень всех зол. Понимаете? И весь этот мир сейчас во всей своей массе просто дышит на людей вот этой своей похотью, понимаете? Вот этот вот дух этого мира, он просто всех заражает этой похотью, что тебе надо, то надо, это хочу, и новый айфон хочу. И, ну, как бы вот, люди просто вот смотрят эти картинки, и им все надо. А на самом деле надо нам это или нет? Мы, ну, понимаете, поэтому духовный человек, он это способен понять, он способен в своем мышлении что? Подняться над этим миром. Подняться, как Иисус Христос, чтобы мир тебя не волновал, и ты имеешь мир Божий внутри себя. Мой мир, он говорит, оставляю вам. Аминь. Вот оно, вот к чему нас Бог ведет. Владеющий собой, лучше владеющего городом. Понимаете? Владеющий собой, лучше владеющего городом. Насколько это круто владеть собой. Насколько это круто, когда у тебя есть какие-то обстоятельства, и какие-то нужды или еще что-то, а ты в этом моменте можешь быть довольным, благодарным, смелым. Не всегда это просто. Иногда искушения очень сильные, испытания очень сильные, но Бог, написано, не дает испытаний сверх наших сил. И вместе с испытанием дает и облегчение, да, дает и победу потом, да. Поэтому, ну, мы должны поверить в это, что наш Бог царствует. Наш Бог царствует, и Он знает, как своих сохранить. Он знает, как уберечь нас. Но наш враг, это вот он внутри нас, наши похоти собственные. По хоть плоти, по хоть отчей, гордость житейская, за что всегда цепляется сатана, дух этого мира, который будет тебе говорить, тебе надо, тебе хочется, тебе надо. И ты даже, ну, и ты будешь всячески этого достигать, обманывать, делать коварные какие-то вещи, да, лишь бы достигнуть, вот лишь бы получить. Я одному человеку запретил пить энергетические напитки. Ну, просто вот он их, как сумасшедшие пил, говорит, все, тебе нельзя больше. И послал его в магазин что-то купить, а потом сам вспомнил, пойду еще что-то себе куплю. И захожу, и он на кассе просто долбит этот энергетический напиток, там уже сколько осталось, и говорит, что такое, говорит. Ты как живешь, говорю. Имел бы, ну, как бы, вот, в принципе, я не так там жестко запретил, чтобы нельзя было просто даже сказать, можно, вот сейчас хочется, а так, я уже не часто, ну, и так далее. Нет, он идет на грех. Он идет на грех, на прямой обман, и вот для него важнее, быстрее, быстрее свою плоть наполнить. И вот мы иногда такие, знаете, мы иногда такие, лишь бы получить, лишь бы какими-то путями. Так хочу, что вот получу. Помните про Исава, который продал свое первородство Иакову? Вот оно все то же самое. Мы вот здесь вот все сдаем свои экзамены. Дай мне этого красного, что у тебя там, я умру. А у того мечта, да, продай мне свое первородство. Да что мне толку от первородства, дай поесть только, да? И Библия говорит, что он блудник. Библия называет Исава блудником, да, что он вот, вот эта вот похоть плоти его подвела, что он как бы вот предал духовные вещи, предал свое право первородства ради того, чтобы вот насытить свою плоть. И Бог, понимаете, вот Бог будет нас через это проводить. Понимаете, мы через это проходим не до того, как мы стали христианами, не до того, как мы крестились. Потому что до того, как мы крестились, мы как бы не имеем к этому отношения. Мы все просто принадлежим миру и все. Но Бог как раз и начинает нас доставать из мира. Доставать из мира, понимаете? И нам нужно Слово Божье. Нам нужно научиться, потому что Слово Божье написано, оно живо и действенно. Оно проникает до разделения чего? Души и духа. Оно отделяет духовное от душевного. Ты способен делать выбор становишься. Ты уже слышал духовное. У тебя уже есть возможность сделать выбор. И у тебя есть дух сделать правильный выбор. И у тебя есть отношение с ним для того, чтобы попросить помощи, чтобы сделать правильный выбор. У тебя есть в Библии все эти истории, описанные про народ Израиля, который не вошел в землю обетованную целое поколение. Ты хочешь не войти в землю обетованную? Или ты хочешь войти в землю обетованную? Хочешь войти в свое будущее или нет? Каждый хочет войти в свое будущее. Но если ты будешь постоянно проигрывать и проиграешь, эту войну ты не войдешь в свое будущее. Твоя христианская жизнь пройдет вот в этой пустыне, в постоянной борьбе, в постоянной нужде. Возможно, ты спасешься. Возможно, ты спасешься. Как бы из огня, Библия говорит. Но дело не только в спасении. Дело в том, чтобы дойти и стать тем, кем мы можем стать и должны стать, кем мы изначально призваны стать. Знаете, нет у Бога каких-то второстепенных людей, которые должны просто всегда ходить в церковь и сидеть для массовки. Понимаете? Не для этого Бог призывает нас. У Него для каждого есть план красивейший. Но мы будем проходить именно через это. Поэтому именно вот этот момент мы должны понять. И мы должны научиться отделять мир. Мы должны научиться благодаря Слову Божьему отделять душевное от духовного. Потому что душевное – это часто то, что я хочу. Вот душа хочет. Но и Бог не призвал нас к мазохизму. Знаете, обратная часть. То, как люди представили себе, как они должны победить мир. Аскетизм называется, да, аскетизм, похожий на мазохизм, когда можно попытаться свою плоть загнать в посты, себе запретить все делать, там, я не знаю, еще что-нибудь там отрезать у себя, да, и так далее, да. То есть вот пойти на какие-то такие крайности, да, чтобы победить похоть, знаете, не получится. Кто-то может победить, там, победят похоть плоти, похоть отчей, но гордость житейскую победить уже не получится, да. Все то, что человек сделает своими усилиями, сделает его гордым. Это тупик. Это тупик. Мы не можем своими усилиями сделать себя святыми и праведными. И это тоже вот мир, понимаете. У фарисеев, у них тоже был мир. Они любили мир. Что они любили? Председание в синагогах. Они все там, семечки даже десятину отделяли, семечки, мятут, мин, там, все, там, вообще, чашки мыли, все делали вообще, руки мыли, два раза в неделю постились, да, вот, понимаете, вот. И Иисус им говорит, лицемеры, вы внутренность не очищаете, у вас любви к людям нет, вы прозабыли про милосердие и веру, вы любите председания, вы любите вот эти вот всякие штучки свои, воскрыли, там, коробочки, все, чтобы вы громко молитесь на показ, да, чтобы люди видели, какие вы духовные. Потому что гордыня, она, она вот, ее никуда не засунешь, если ты любишь мир. И вот куда от этого деться? Как победить мир? Иисусом Христом. Словом Божьим. Только приняв это учение, научившись этому, да, постепенно, как бы, практикуя все то, что Библия говорит искренне, да, мы похожи на того строителя, который строит, да, Иисус говорит, вот, слушают двое, да, один строит на песке, другой строит на камне, слушают оба, оба сидят в церкви, оба ходят в церковь, оба молятся. Но один слушает и исполняет, а другой слушает и не исполняет. И Иисус говорит, когда придет испытание, когда придет проверка, дом одного рухнет, а дом второго не рухнет, потому что построен на камне. Вот, и мы знаем, да, кто есть камень, да, краеугольный, да, кто есть во главе угла, поэтому мы, нам нужно изучать Иисуса Христа. Нам нужно его есть. Он говорит, я хлеб жизни, да, и в Евангелии есть четыре Евангелия, где описывается его жизнь, описываются его слова, потом описываются деяния апостолов. И все эти вещи, нам нужно настолько это все, ну, постоянно изучать, постоянно это есть, что, ну, вот, только так мы сможем победить мир. Только так. Итак, Ева. Третья глава с первого стиха. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Что мы опять встречаем? Охоть плоти. Она посмотрела на это дерево и увидела, что оно приятно для пищи. Она посмотрела на него еще, ну да, и увидела, что оно приятно для глаз. И особенно ей понравилось то, что оно дает знания, что оно ее сделает чем-то лучшим, чем она есть сейчас. И вот она, мир, вот он, дух этого мира, который подошел к Еве, и она проиграла свою войну. Она приняла это в себя. Она поверила в эту ложь, что есть что-то, что бог ей не хочет дать, или вот бог какой-то не такой. Он исказил ее картинку о боге. Сейчас очень у многих людей искаженная картинка о боге. Что бог не благой, не добрый, не контролирует все, что нам нужно что-то вот обязательно от себя, еще что-то к Библии добавить, своего какого-то учения. А Иисус все сделал уже. И мы как бы вот, путь есть только он. И вот, ну, поэтому это то, что делает дух этого мира сейчас. Он отравляет нас своей информацией. Он отравляет нас вот этим внутренним недоверием к реальности, которую создал для нас Бог. Что нам нужно что-то проконтролировать. Знаете, я вот тоже общался, и пример такой, как Ева отравилась информацией. Ева отравилась вот этой вот неправильной информацией. Знаете, как есть пример, когда бог через вот сатану и через женщину рушит семьи. Например, когда жена начинает лезть в телефон мужа и читать его переписки. И вот она отрава информации, да. И она там может что-то такое прочитать, что просто отравляет всю ее жизнь. И что она делает потом? Что сделала потом Ева? Ева отравилась и дала мужу. Ева дала мужу не тогда, когда была не отравлена, а тогда, когда уже отравилась. Знаете, и это я увидел, что происходит, происходит и происходит вновь и вновь. Когда вот кто-то не выдерживает, да, есть какая-то территория, есть что-то, что действительно нельзя с моральной точки зрения. Я хочу доверять своему человеку, но есть искушение. Есть искушение проверить, да. И, как обычно, что-то да найдется. Может быть, там не совсем будет прям что-то очень плохо, но достаточно можно что-то неправильно понять для того, чтобы отравиться. И потом получается, что отрава происходит во всей семье, да, и происходят страшные вещи. Вот это то, что я как бы увидел, это то, что, ну, сегодня происходит сплошь и рядом. В недоверии, в подозрении там и так далее. Вот. Небольшое такое отступление. Бутерброд с колбасой. Это то, что я называл. Вот. Чуть-чуть то, что не так приятно заходит, да, но женщины, вот, во всей этой ситуации, которой я сейчас варюсь, у меня, как для вас, такое слово. Вот с кем сейчас не поговори, там, сколько как с ума все посходили, знаете. Именно вот по, то есть, что происходит в семьях в основном. Очень много. Что жена недовольна деньгами, количеством денег. Если количество денег устраивает, то тогда, а что, времени так мало со мной? Если это, то есть, если это вроде нормально, то есть еще что-то другое. То есть, вот это вот, ну, вот эта вот отрава в недовольстве, да, то есть, вот корень, за который был, зацепился сатана, он был в недовольстве, да, что якобы вот что-то не хватает. И эта проблема огромная, я вам говорю. Эта проблема огромная. Я знаю, что вы христианки, и вы слушаете, и знаете, как правильно. Но, знаете, вот, когда жизнь идет, быт идет, от этого очень трудно удержаться, для того, чтобы не пилить своих мужиков. И, знаете, многим из вас, когда я это сейчас говорю, вам обидно, и вам хочется сказать, а вы-то сами. Нормально. Это всегда так хочется сказать, и вы будете вот так вот говорить. Естественно, и мы сами, и мы тоже знаем, и так далее. Но вот оно существует, знаете. И нужно понимать именно вот эту роль женщины в Библии. Знаете, она съела, она отравилась, и она дала мужу эту отраву. И муж тоже был отравлен. И вот никуда этого не уберешь. Понимаете, и много раз в жизнях тоже происходят подобные вещи. Можно всегда обвинить, там, мужчину должен был сделать, должен был научить, или еще что-то. Но для чего нам это дано? Чтобы осудить вас? Чтобы обидеть вас? Нет. Для того, чтобы вы посмотрели на эту ситуацию и научились этому противостоять. Не принимать эту информацию. Не пытаться съесть ту информацию, которую не нужно есть. Конечно, есть исключения, есть разные ситуации, но, тем не менее, мир сейчас очень силен. Вот как вот этот дух похоти. Телевизоры, картинки, инстаграмы. Вот, ну, посмотрите, что там творится. Ну, я вам показываю. Губы любви, да? И их нужно обязательно накачать. Накачать. Модные. До сумасшествия такое, да? Ты на некоторых посмотришь. И так ты некрасивая. Еще вот эти вот. И вот, ну, как бы... Это вот, да, похоть. Да, похоть. Да, но Библия учит, да, что такое женщина. Да, что не во внешней красоте, а во внутренней красоте сокровища женщины. В ее нежности, в ее ласке, в ее заботе. Да, в ее... Что? Вот. Я, как бы, это вам тоже говорю для того, чтобы вы будете общаться с женщинами, с другими. Чтобы вы это не только, как бы, сами, но передавали. Вы когда будете проповедовать об этом другим и наставлять других женщин. Потому что у нас сейчас есть, ну, уже много новообращенных, да? Еще не все ходят, но их нужно наставлять. Их нужно наставлять именно в этом учении. Посмотри, что сделала Ева. Посмотри, что есть похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Пойми это учение, да? Потому что, вот, ну, нам сейчас уже все известно. Тогда Адам с Евой, она не была готова совсем к этому. Она не знала, они только жить начали. Они не понимали, вот, что может быть что-то, что ее отравит, да? Что ее изменит. Вот. Но, тем не менее, она прельстилась и дала Адаму. Вот. Поэтому от вас очень много зависит, да? Если вот, вы тут говорили, что если мужчина голова, то женщина шея. И женщина решает, куда голову поворачивать, да? Вот. Поэтому имейте это в виду. У вас большой потенциал, и вы большую роль играете. Поэтому, как бы, вот, это не для того, чтобы осудить, да? Или сделать как-то, обидеть, да? Встать на эту сторону мужиков. Давайте откроем послание Якова. Мы там были. На самом деле, сегодня не буду долго проповедовать, потому что, ну, первое письмо Иоанна. Ой, Якова письмо. Не Иоанна, Якова письмо. Оно сразу идет после деяния апостолов. Мы не так давно об этом говорили, но мы просто еще раз прочитаем. С первого стиха, четвертая глава. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете. Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вот он мир в христианстве. Вот оно, младенчество христианское. Когда мы пытаемся Бога использовать для собственных вожделений. И Яков говорит, вы не получаете на самом деле, потому что не просите. А то, что вы просите, вы просите до собственных вожделений, поэтому и не получаете. Завидуете, припираетесь, вражды и распри, потому что есть вожделения, воюющие в членах ваших. Какой выход из этого? Прелюбодей и прелюбодей. Разве не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Да, вот это осознанное решение, зная Слово Божье, зная то, что Библия говорит об этом, что это мир. Она говорит, не любите этого мира. Не любите этого мира. Но мы все равно говорим себе, хочу, буду любить, и это как? Я не буду любить этот мир. Это же так прекрасно все. И человек вот враждует против Бога, потому что Бог начинает говорить о сердце, о духовном, о сокровенном, о хороших вещах, о мире, о радости, о любви. Человек говорит, а я хочу вещи. А я все равно хочу вещи. А мне нужен айфон, а мне нужна машина, а я хочу на отдых. Я хочу. И все. И ты, муж, не мужик. Потому что ты мне это дать не можешь. А я хочу. Все время хочу. Ну и у мужиков все то же самое. Извините, женщины. У меня рана, мне можно. Ну, знаете, вот я говорю, к этому разговору с Машей у нее пришло. А вот я еще забыл такое слово сказать, которое она мне сказала. Она так вот в благоговении такой, слушай, работает. Я просто хотел тебе сказать, что работает. Я всего лишь ее крестил и помолился за нее. Да, и она приняла вот, она говорит, ты когда за меня молился, я, говорит, вообще вшокиваю. Это такие были слова, они в меня так, ну, как бы все вошли. Жалко, что мы это не засняли на видео. Мы крещение засняли на видео, а молитву не засняли. И как вы понимаете, поэтому когда человек, вот он приходит к Богу, и Бог через Дух Святой начинает вот эти вот слова, живые в жизни человека говорить, которые уже не просто такие слова, над которыми, ну, подумаю, да, а это слова, которые проходят во внутренности начинают оживлять человека, они начинают согревать человека, да, поэтому как важно иметь контакт со Словом Божьим, как важно быть в церкви для того, чтобы продолжать слышать Слово Божье. Пускай оно иногда режет, да, меч обоюдоострый, разделяющий. Кто сказал, что тебе должно быть всегда в церкви приятно и хорошо? Библия говорит, будут в последнее время искать проповедников, которые, что, льстят ушам, которые говорят то, что нравится. Но вот оно, основное учение Библии. Вот она центральная, его такая, ну, как бы Иисус Христос центральная часть, но именно вот эта война, именно вот это испытание, которое Иисус прошел в пустыне, вот на пятерку, он один. Да, дьявол подошел, давай это, давай это, да, и что там потом произошло? И дьявол отошел. Понимаете, и мы должны это понять, потому что когда искушения идут, испытания идут, нам кажется, что если все время на меня будет такое давление, я всегда, ну, хочу, я всегда буду ходить, всегда буду бороться, я... Мы видим, он отошел. Он отошел. Противостаньте дьяволу, Библия говорит, и убежит от вас. Смиритесь перед Богом, и возвысит вас, потому что Бог гордым противится. Прелюбодей и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас, но тем больше и дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И так, покоритесь Богу, противостаньтесь дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Да? Это тоже такой важный момент. Исправьте сердца двоедушные. Я знаю, что здесь же есть люди двоедушные. Что такое двоедушные люди? Они и то любят, и то. Исправьте сердца. Разве не знаете, говорит Библия, что дружба с миром есть вражда против Бога? Не надо придумать свое Евангелие. Не надо вот создавать свою жизнь. Библия говорит однозначно, не любите этого мира. Что? Не любить вещи? Ну, как бы не одеваться, не есть? Нет. Не любить. Не ставить это на первое место. Не жить этой похотью. Говорить себе, напоминать себе через Слово Божье. Жизнь не зависит от того, что я имею. Душа моя не зависит. Что польза человеку, если он приобретет весь мир, Иисус говорит, а душе своей навредит. Потому что, ну, если ты, как бы, нарушишь вот эту свою душу, да, вот этот свой центр или инструмент получения удовольствия, мы душой, как бы, вот, ну, воспринимаем все. Мы душой живем. Она у нас, ну, понимаете, да? И вот мы можем влюбиться Богу. Библия что говорит? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим и всей силой твоей. Возлюби Господа Бога. Бог печется о твоей душе. Бог позаботится о твоей душе. Бог, когда начал, Он доведет. И когда, да, мы видим, народ Израиля роптал, Бог что делает? Дает им манну. Они хотят мяса, Он дает им мясо. Бог заботится о душах наших. Мы иногда в своей похоти, в нетерпении хотим все вот сейчас получить. И поэтому мы теряем свои отношения с Богом. Мы их наступаем на них, да? Мы огорчаемся, огорчаем Бога. И поэтому не можем у Него просить по-настоящему то, что нам надо. А Библия что говорит? Нужно просить. Мудрости нужно просить. Духа нужно просить. Просить, и дано вам будет. Ищите, и найдете. Библия говорит, что просить. Поэтому нам нужно библейское учение. Нам нужно найти вот эту замену похоти плоти, похоти отчей гордости житейской. Нам нужно вот это отстроить в своей жизни, вот эту вот ясную линию, что я здесь делаю, ну, как бы, ради чего я это хочу, если я что-то очень сильно хочу. Не мир ли это? Не похоть ли это плоти, похоть от чьей гордость житейская? И если это так, я говорю, я не должен это хотеть. Бог, помоги мне это не хотеть. Бог, дай мне духа, чтобы вот мне иметь этот баланс. И знаете, многие вещи Бог не будет против, чтобы ты их хотел. Семью, машину, работу, даже финансовое обеспечение. Но не деньги ради денег, не любовь к деньгам. Бог не говорит, что деньги плохо. Бог говорит, любовь к деньгам есть корень всех зол. Вот эту вот похоть, что мне они нужны для счастья, вот когда же они придут? Когда же их будет столько? А Библия говорит, не пытайся нажить богатство, оставь эти мысли свои, ибо оно как птица вспорхнет и улетит. Знаете, мы иногда думаем, что вот для того, чтобы что-то делать в этой жизни, я сам с этим борюсь постоянно. Мне хочется, вот даже в центре какие-то проекты, ну вот, ну, чтобы вот центр там рос, у меня все равно вот мышление, оно такое еще, ну, ну, не еще и будет, да, я борюсь с собой. Приходят какие-то финансы там, ну, как бы мы заработаем, ну, и нужно их, ну, учиться их пускать дальше, да, что-то вот двигать, дело, потому что они на дело, как бы, да, но внутри есть какое-то такое чувство, чтобы их вот подержать, сохранить чуть-чуть, чтобы вот их побольше стало, чтобы их стало вот так побольше, чтобы потом уже вот спокойно делать. И мы все время вот будем как бы потом. Но один человек молится очень правильной молитвой, да, по-моему, экклесиаст или притч. Одно, двух вещей у тебя прошу, Господь. Помните? Не давай мне нищеты и не давай мне богатства, потому что если буду нищим, смогу украсть, захочу украсть. Да, и украсть это не всегда подойти человеку украсть. Украсть это можем. В работах иногда бывают, в бизнесе схему выстроить, и ты не украл, но ты украл. И это к этому вот эта нищета человека подвергает. И Бог против этого. Бог против того, чтобы ты жил вот в этой нужде. Поэтому я говорю вам, что когда я этому учу, да, против похоти, да, отчей и похоти плоти, это не говорит о том, что вот мы должны в аскетизме еще раз. Это такая же огромная проблема. Это вторая обочина правильной дороги. Одна обочина, это все время хочу, другая обочина, это вот все себе запрещу. Чем нищета, чем хуже одет, чем вот не слежу за собой, чем вот это все, потому что все мирское, и все только мир, и все. И это крайность. Иисус одевался, очень красиво одевался. Его одежду делили. Да, и он, ну, как бы, и покушать любил, написано. Понимаете? Поэтому получайте наслаждение в жизни. Любите покушать, любите одеваться, но любите Бога, который дает все это, и который наполняет вашу жизнь миром, радостью, счастьем, потому что вот, вот он Бог. И он нас этому учит через Библию. Понимаете? Вот этому он нас хочет научить. Что Бог это не волшебник, который вот должен отвечать на мои похоти, исполнять мои желания, а это отец, мудрый отец, отец духа, который хочет наполнять тебя правильным духом, правильным состоянием, для того, чтобы ты вот действительно жил и жил с избытком. Аминь? Действительно так. Поэтому вот все так. Исправьте сердца двоедушные. Исправьте сердца. Покайтесь своей любви к миру. Понимаете? Покайтесь. Потому что вот, ну, мы не можем этого преодолеть. Как бы обличайте себя, да? Позволите Богу обличать вас, да? Потому что он не судит нас, он понимает нас, да? Он знает нас, что мы живем вот в этом мире, что дух этого мира господствует здесь. Но вы уже как вот эти вот лучи света в этом мерцающем, как звезды мерцающие в этом темном мире. За счет чего? Вот только за счет этого, что мы начинаем противостоять внутри себя. Мы начинаем вместо того, чтобы погрязать со всем этим миром и жить всеми этими похотями, мы благодаря Слову Божьему, учению Иисуса Христа, благодаря тому, что Он победил, мы уже можем этому противостоять. Давайте 1 Иоанна, что-нибудь так напоследок прочитаем, чтобы вы знали, где эти места написаны. Я действительно рад сегодня вам вот говорить именно об этом. Как-то вот, потому что иногда думаешь, ну, типа люди все знают, а потом больше они на самом деле не знают. То есть иногда даже вот этого основного учения, да, вот в чем Иисус победил, и чему Он противостоял, и чему нас Библия учит, потому что мы везде прочитали. У Иакова прочитали, не любите мира, прочитали. Мир есть там, море, прочитали. Про Еву прочитали. Народ Израиля, есть там вся эта история, да, с похотями связанная. Сейчас вот 1 Иоанна, и тут тоже там все про вот эти вот моменты. Поэтому это такая центральная, центральная тема вообще вот христианства, да. Для чего нам нужен дух, да. Для чего нам нужен дух? Чтобы побеждать. Четвертый стих, пятая глава. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Скажи аминь. Вы рождены от Бога. Когда мы рождены от Бога? Да, мы крестились, мы переродились, мы заключили с Богом, мы получили залог этого духа. И всякий, рожденный от Бога, Библия говорит, побеждает мир. И это говорит нам о том, что не всякий, рожденный от Бога, не зависит от мира. Ну или еще что-то. Побеждает. Побеждает это что? Это война. Это активная позиция. Побеждает. Он делает. Это вот, как это, какой это глагол? Ну, короче, он побеждает, он делает, да? То есть, как бы он, да, да, действующий, да? Он делает. Мы действительные, да? Мы новая формулировка глагола, да? И мы читаем в Откровении, да? Побеждающему дам право воссесть, побеждающему сделаю то, побеждающему сделаю то. Ты кто, проигрывающий или побеждающий? Точно? Ты уверенно это говоришь, что ты побеждающий? Я часто проигрывающий. Ну и что? Но я хочу побеждать. Поэтому я здесь. Поэтому я вот, мне нужно Слово Божие, мне нужно научиться, мне нужно вырасти, мне нужно возрасти. Знаете, Иисус победил этот мир не в будущем, там, в 12-летнем возрасте. Понимаете? И не в 10, и не в 20. Он созрел, да? Поэтому Библия говорит, мы возрастайте в мужа в меру полного возраста Христа. Это наша задача. Это наша задача. Но вот имея вот то, против чего мы воюем, мы постепенно учимся побеждать этот мир. «И сияясь победа, победившая мир, вера наша». Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и кровью и духом. Не водою только, но водою и кровью, и дух свидетельствует о нем, потому что дух есть истина. Да, Бог нам дает духа, да, для того, чтобы как раз побеждать мир. Бог сеет в нас это зерно, да? И Библия действительно учит, Иисус учит, да? И мы тогда понимаем, о чем она учит, что Царство Божье подобно зерну горчичному. Это самое маленькое зернышко, и Он нас успокаивает этим. Не переживай, что ты еще всего не чувствуешь. Не переживай еще, что мира еще вокруг тебя так много и проблем так много, но самое главное, что у тебя есть уже это зернышко. И вот про это и говорит. Если вера ваша будет, зерно горчичное, всякий верующий в Иисуса Христа побеждает этот мир, потому что зерно горчичное уже есть. И Библия говорит, оно вырастет. Аминь. Библия говорит, оно вырастет. Если ты будешь пребывать в Слове, если пребудете в Моем Слове, то вы истинно Мои ученики, и вы познаете истину, и истина сделает вас свободными. Аминь. Давайте встанем.